Всем привет! Сегодня будем тестировать новую маску для лица. Это желтая маска называется. Вот так у меня написано. Она с экстрактом лимона и мяда. Сейчас я хочу немножечко отбереть цвет лица. Написано, что она улучшает кровообращение, выводит токсины, улучшает упругость лица, успокаивает и отбеливает. Сейчас будем проверять. Нам понадобятся вот такие ножнички. Открываем маску. Высыпаем это все вот сюда. Чуть-чуть. На один раз. Вот. И хочу понюхать. Нет, лимоном не пахнет. И немножечко наливаем туда водички из чашечки. И сейчас будем это все размешивать. Нам нужно только на один раз, поэтому мы взяли всего чуть-чуть. Будем это все размешивать и прямо нанесем. И покажу вам эффект. Напишите, какой маской для лица пользуетесь и вы. Что вам больше нравится. Посоветуйте мне что-нибудь в комментариях. Обязательно напишите. Мне всегда очень нравится ваша идея. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить пальчик вверх под видео. Вот я перемешала. У нас получилась вот такая вот консистенция. И сейчас будем наносить на лицо. Это масочка из глины. Из желтой глины. Также там экстракт лимона и мяты. Должно быть хорошо. Там посмотрим. Расскажу свои ощущения. На мой взгляд, маски из глины самые эффективные. Буду наносить на все лицо. Вчера делала маску из черной глины. И там у нее якобы есть активированный уголь. Честно говоря, смывалась она не с первого раза. Я обычно смываю маски просто водой. Без какого-то моющего средства. А тут пришлось использовать очищающее средство дополнительно. Для того, чтобы смыть эту черную маску. Также еще хотела с вами посоветоваться. Есть вот увлажняющие маски. И там написано, что смывать ее не нужно. Просто консистенцию нужно размазать по лицу. Как вы думаете? Потому что у меня, честно говоря, вся эта консистенция немного липкая. Остается на лице. И мне не очень нравится эффект. Увлажнять-то она увлажняет. Но прям оставлять ее полностью на лице. Без смывания. Честно говоря, ну не знаю. Мне не нравится. Напишите их, что вы думаете по этому поводу. Вот так вот я нанесла маску. Сюда еще немного. Надо какое-то дублирующее зертвице поставить. Сейчас мы подождем с вами несколько минут, чтобы эта маска застыла. Сейчас посмотрю, как долго ее нужно держать. Также можно ее наносить на кожу головы и волос. При этом нужно держать ее 15-20 минут, если на кожу головы и волос наносить. Также можно делать обертывание из этой маски. Интересно. У всего тела. Да, и на счет лица. Тоже на 10-15 минут написано. Смыть теплой водой и при необходимости нанести увлажняющий крем. То есть вот так рекомендуют. Ну, посмотрим. Начала уже немножечко подсыхать. Покажу вам результат, который получился. Напишите обязательно в комментариях, какие маски для лица используете вы. или, может быть, ваши мамы, бабушки используют. Что-то такое может быть эффективное есть. Обязательно напишите. Не забудьте поставить пальчик вверх под видео и подписаться на мой канал. Ребята, я смыла уже маску. Вот, смотрите, какой результат получился. Вот этот вот пыльчик, мне кажется, посветлее стал значительно. Вот. Смыла я это водой без защищающего какого-то средства. И сейчас пойду нанесу увлажняющий крем. Как рекомендуется. Напишите, как вам маска. Пишите комментарии. Ставьте пальчики вверх под видео. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.